Привет, с вами Сойер. Мы находимся в 30 километрах от Рима, на берегу Средиземного моря, и в таком месте я не могу не записать влог. А поговорить мне хочется о чтении чужого кода. Знаете, у всех программистов рано или поздно наступает тот момент, когда наступает какой-то ступор в развитии. То есть вроде уроки, статьи, книги читаешь, теоретическая база уже хорошая, а как это применить на практике, причем применить удачным образом, ну как-то не всегда понятно. И в таких случаях обычно рекомендуют побольше практики. Действительно, если много программировать, много писать программ, участвовать в разных проектах, то рука действительно набивается, и вы становитесь более качественным, глубоким программистом. Но второй способ, который тоже очень хорошо помогает вам развиться, помогает улучшить ваши качества как разработчика, заключается в том, что нужно начать читать чужие исходные коды. И я хочу дать несколько советов. И первый из них – нужно не бояться чтения чужих кодов. Некоторые думают, что это слишком сложно, что код другого программиста может оказаться запутанным, сложным, непонятным, и это не даст никакого эффекта. Самое важное при чтении чужих исходников – анализировать. То есть не просто их смотреть и пытаться что-то увидеть. Чтение исходных кодов – это анализ, это понимание того, что хотел сделать разработчик. Анализируя чужой исходный код, постоянно нужно задавать себе вопрос, что хотел сделать разработчик, какие технологические моменты он использовал, какие принципы он использовал, какие паттерны он использовал. И вот об этом сейчас немножко поподробнее. Начнем с того, что чтение кода, как многие говорят, это не книга. То есть многие разработчики говорят, что хороший код – это такой код, который можно читать как книгу. Добиться такого практически невозможно. Более того, в принципе, структура кода больше напоминает какой-то ребус. У нас есть функции, которые уложены в стейки вызовов, и в этом смысле это совсем не книга. Книга повествуется от начала до конца, а код, он может частично использоваться, переиспользоваться, повторно использоваться. И в этом смысле это скорее ребус, чем книга. Поэтому чтение кода всегда нужно начинать с более высокого уровня, с уровня более высоких абстракций, разбираться с этим уровнем, не углубляясь вниз. И только когда вы разберетесь и поймете, что там происходит, можно уже углубиться чуть ниже, пойти ниже по стеку вызовов. Второй момент. Нужно набивать глаз на узнавание паттернов. Как правило, паттерны сопровождаются ключевыми служебными словами, которые связаны с тем паттерном, который используется. Это может быть фабрика, прокси и так далее. И здесь тоже чтение чужих кодов позволяет увидеть, что на самом деле паттерны могут быть реализованы чуть-чуть по-разному. Не обязательно они должны быть реализованы единообразно. Это второй момент. Третий момент. Нужно учиться видеть технологические моменты и в первую очередь начать с принципов. Например, Solid, единственная ответственность, принцип Барбары Лисков и так далее, очень хорошо просматривается у других разработчиков. И когда вы понимаете, что они руководствовались этими принципами при написании конкретного кода, вы начинаете понимать, как самим использовать эти же принципы в ваших программах. Поэтому, если вы можете в чужом коде увидеть, где какие принципы были использованы, это очень хорошо. Ну и в совокупности чтение кода, так же, как и собственная практика, написание собственных программ, это очень такой медленный процесс. Это нужно делать регулярно. За один раз вы вряд ли прямо все хорошо освоите и начнете видеть. Но, как и любая практика, у вас со временем разовьется умение видеть нюансы. И когда вы начнете замечать в чужом коде нюансы, сможете их грамотно объяснить, применяя используемую и заученную вами теорию, вот тогда вы сильно продвинетесь вперед. Я надеюсь, что мои советы вам помогли. А с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok